Всем привет, друзья! С вами снова Александр. Сегодня я вам расскажу о колясочке от американского бренда Apo Baby Vista версия 2. Это обновленная версия 2020 года. И обновления получились здесь достаточно интересные. Поэтому, если вы любители американских таких премиальных брендов и вы ищете для себя что-то такое, садитесь поудобнее. Сегодня будем ее изучать. Начнем, естественно, с люлечки, потому что я ее в любом случае первым начнем пользоваться. Потом посмотрим прогулочку, потом раму, как складывается. И в заключении скажу свое мнение. Так, для начала давайте в двух словах расскажу о ее технических характеристиках. Хочу сразу напомнить. Это колясочка, докупив к которой парочку специальных адаптеров, вы можете сделать, адаптировать ее, скажем так, как коляску для погодок. Сюда можно ставить две такие люльки, две прогулки, люльку с прогулкой, с автолюлькой. В общем, вариантов много. Я постараюсь добавить ссылочку на видео, где мы все это показываем, как это все работает в описании. Если вдруг вам будет интересно, сможете ознакомиться. Ну а что касается технических характеристик, разведитель у нас, кстати, дает 2 года гарантию, которую можно расширить до 3 лет. Так, вес с люлькой у нас 12,6 килограмм. С сиденьем с прогулочным 12,2 килограмма. Наклон у нас до 180 градусов, кстати, в прогулочном блоке. Но он гамакум, я вам чуть позже это покажу. Так, и до 5 лет. Соответственно, у нас можно эксплуатировать. Так, и максимальный вес ребенка у нас 22,5 килограмма. Она выдерживает, поэтому ничего себе. Запас, короче, прочности здесь большой. Но он всегда у американских колясок АПБэйби был прекрасный. Они очень надежные, неубиваемые, вообще реально крутые коляски. Так, собственно, вот люлечка. Напоминаю, технические характеристики точные. В описании к видео будет ссылочка на магазин Первая коляска. Там пройдите, все будет четко расписано. Сантиметрики, все это там есть. Соответственно, люльки у нас теперь одного цвета стали. Раньше здесь было темное, менялся цвет только сверху. Сейчас она полностью одного цвета. Вот. И, соответственно, давайте немножко заглянем внутрь нее. Здесь у нас все под замочком, все аккуратненько, все красиво. Вот так откидывается. Внутри, кстати, очень крутой и качественный материал используется. Ну, реально крутой материал. У нас хороший матрасик. Это, кстати, у нас тоже вентилируемое дно. Сейчас чуть позже покажу. Единственное, здесь не очень высокий бортик для зимы. Хотелось бы немножечко его повыше, чтобы поменьше задувало ребенку. Ну, какой есть. Ну, вот, кстати, что мне очень-очень нравится у Аппо Бэйби. Это их такая коронная фишка. Дополнительный козырек, который выезжает из основного козырька. Он, кстати, с защитой от ультрафиолета, от солнца. Это по 50-му этому стандарту. Это вот реально крутая штука. От солнышка, там ветер подул, пыль полетела. Раз, все, закрыли, все, все хорошо. Вообще прекрасно. Особенно хорошо для тех, кто ребенка полностью закрывает, чтобы там его не сглазили там или еще что-то. В общем, полностью ребенка можно спрятать. Козырек у нас регулируется. Но регулируется он или поставили, или убрали. Здесь нет никаких положений. Или так, или так. Можно, кстати, вот здесь у нас вот так вот поднять, открыть. Летом будет круто проветривать климат. Такой создать ребенку дополнительное проветривание. И москитная сеточка. В общем, с этим все хорошо. Так, и еще фирменная черта этой колясочки. То, что ее можно снимать. Ничего нигде не надо делать. На самой ручке сразу же взяли и нажали кнопочку. Здесь сверху есть кнопочка. Нажали и сняли. На основании у нас четыре ножки, чтобы мы могли ставить ее на землю, не боясь порвать. И вот та самая вентиляция. Здесь дно с дырочками. Открыли. Вот так вот подогнули. Закрепили. Все. У нас получается дополнительная вентиляция еще в основании. В общем, люлька здесь реально очень годная. Она не тяжелая. Ее транспортировать легко. Поэтому все супер. Так, давайте теперь смотреть на прогулочный блок. Прогулочный блок у нас вот оно. Напоминаю, он реверсивный. И по ходу, и против ходу движения его можно поставить. Давайте я его по ходу поставлю. Движение. Все, не попал сразу. Так, вот, собственно, у нас прогулочный блок. Как я говорил, он гамаком. Гамачок, если кто не в курсе, это когда у нас спинка лежит, а ножки у нас с небольшим, с небольшим таким вот перегибом. Европейцы у нас все за то, что это полезнее, кровообращение лучше, отток от ножек лучше. В общем, со всех сторон типа это лучше. Но у нас в России почему-то вот хотят, чтобы полностью было горизонтально. Лично как по мне, это не тот критерий, из-за которого я бы строил выбор, по которому я бы строил выбор коляски свой. Прогулочный блок лежал бы, лежал бы, гамак, гамак. Ребенок спит и так, и так хорошо. Поэтому, не знаю, я не загоняюсь на эту тему. Вот, поэтому все окей. Подножечко у нас есть. Здесь у нас все, пластик, чтобы он не царапался. Собственно, как у нас выглядит прогулочный блок. Блок здесь такой большой. Здесь нет, конечно, 90 градусов, но почти 90 градусов посадка. В этом плане здесь хорошо. Бампер у нас, кстати, ручка здесь и бампер это натуральная кожа, которую отбирали, но которая была даже без прыщиков. Без всяких там растяжечек. Это отборная кожа высочайшего качества. Поэтому все премиально, все супер, все дорого. У нас здесь мягкие накладки на плечевой зоне, на паховой мягкой накладки нету. Так, что касается козырька. Козырек у нас, он огромный. Я считаю, он действительно большой. Смотровое окошко тут, тут. Если что, вот секция третья, она убирается. Можно ее закрыть. Вот, собственно, это две секции. Можно заширить до трех секций, сделав одно движение. Но, когда вы раскрыли, как вот здесь, смотровое окошко закрывается, здесь оно уже не закрывается. Поэтому, если что-то, или дождевик используйте, или просто закрывайте. Кстати, дождевики и москитные сетки, насколько я помню, должны входить в комплект. Да, и на прогулку, и на люльку, да, с этим в этом плане все отлично. Комплектация такая, что вам ничего не нужно докупать. Поэтому вот такой вот здесь прогулочный блок. Интересный, на мой взгляд. Напомню, он реверсивный. Можно и против хода устанавливать. И вот так вы, собственно, гуляете с ребенком. Так, ладно. По блоку, в принципе, рассмотрели. На мой взгляд, хороший блок, вместительный. Еще мне нравится то, что у него сидушка очень глубокая, и ребенок не скатывается. Это реально круто. Так, ладно. Что касается ручки. Напомню, только что говорил. Кожа, хват. Реально, прям, как в дорогих люксовых машинах. Руль вот трогайте. Вот то же самое, в принципе, ощущение. Перфорированный. Все супер. Регулируется, кстати, ручка. Здесь телескопическим образом. Вот видите, да. У меня рост 186 сантиметров. Соответственно, ну, мне, не знаю, руки длинные, наверное. У меня вообще безразличная высота. Я везде как-то нормально еду. Ну, мне очень удобно. И здесь, соответственно, тоже. Что на самом высоком, что на нижнем. Мне катать было бы хорошо. Поэтому, вот, имейте в виду, вот, какой у меня рост. Проецируйте на свой. Я думаю, что любой подберет для себя здесь нужное положение. Так, что касается рама. Давайте мы с вами раму, багажник, изучим поближе. Так, что, собственно, из себя представляет рама. Рама тут действительно большая. И здесь 65 сантиметров ширина колесной базы. По-моему, 65. Давайте проверю. Да, ширина максимально 65. Это сделано для того, что здесь же можно двоих детей сразу катать. Основание должно быть шире, соответственно, оно должно быть устойчивее. Поэтому имейте в виду, стандартный лифт, эта коляска не зайдет. Нужен грузовой. Ну, или современные дома, там уже лифты пошире, и должна везде входить. Но вот в обычные вот эти хрущевки, всякое такое, оно там не будет заходить. Так, что касается колес. Они здесь не надувные. Они резиновые, что спереди, что сзади. Естественно, с возможностью блокировки, чтобы они не поворачивались. Здесь, кстати, если заблокировали, здесь не будет гореть зеленая индикация. Разблокировали, значит, зелененькая загорается. И вы уже глядя и поймете, заблокировано оно или нет. Соответственно, тоже резиновое спереди и сзади. Сейчас посмотрим, кстати, амортизацию. Ну и фишка здесь, это багажник. Он здесь каких-то нереальных размеров, но все портит вот эта вот перекладина, дуга вот этой вот всей конструкции рамы. Но все равно, даже с ней можно дофига всего накидать. Здесь, кстати, куча всяких кармашков, сеточек, под которые можно что-то засунуть, всякую мелочевку, бутылочки. Салфеточки, в общем, в этом плане отлично. И у нас, вот видите, когда, например, люлька стоит, чтобы доступ образовать, взять побольше, нагибаем, и вот как бы поклажу можно сюда засовывать. Реально, пару арбузов можно спокойно больших сюда загрузить. Он достаточно мощный, и багажник, он, я думаю, в характеристике точно их не помню, но я думаю, килограмм 10 он точно должен выдержать. Поэтому, знаете, проблем с багажником вы испытывать не будете. Просто для меня лично очень важно, хороший багажник большой для жизни, и у вас здесь он будет точным. Так, давайте сейчас посмотрим амортизацию, хорошенечко проверим. И тормоз. Ну, что касается тормоза, давайте сразу покажу. Здесь педалька, заблокировали, загорается красный. И эту же педаль так же сверху нажимаем, и он у нас разблокируется. Вы обувь не портите. В этом плане хорошо. Так, проверяем амортизацию. Спереди. Сзади. В общем, амортизация у нас есть и спереди, и сзади. А сейчас давайте посмотрим, как она у нас складывается. Складывается ли она у нас с прогулочным блоком. И все это проверим. И так, и так. Вот сейчас стоит блок, у нас он стоит по ходу движения. Давайте попробуем ее сложить. Чтобы сложить, здесь есть два курка, а с двух сторон одинаковые. Соответственно, оба нажимаем и опускаем. Сейчас посмотрим, что у нас без этого получится. Вот. Ну, видите, у нас торчит подножка, которую нужно сделать вот так. Ну и, соответственно, получаем, что она у нас складывается вместе с прогулочным блоком. По-моему, очень здорово. Блок можно снять, сэкономить чуть места. Но вы сильно не сэкономите, потому что он достаточно плотно лежит. Можно попробовать просто снять бампер, соответственно, и вот вся конструкция станет более или менее компактной. Поэтому такой плюс в копилку и без того прекрасной колясочки. Так, фиксатор где у нас? Справа или слева. Слева. Все, поставили обратно. Вот, соответственно, вот так она у нас складывается. Как по мне, для такой крупной, всесезонной, я бы даже сказал, внедорожной коляски, чтобы вот так компактно все складывалось, это на самом деле жирный плюс. Поэтому, не знаю. На самом деле, если так поговорить, давайте сразу мое мнение вам скажу о минусах. Вот ее один единственный минус, не столько минус, сколько особенность, это вот ширина колесной базы, из-за того, что в обычных домах мы в лифт не можем нормально заехать. Ну, просто при покупке нужно это учитывать. Если у вас не входит, то, к сожалению, что-то придется другое искать. Но, как я уже говорил, это сделано для того, чтобы она могла выдерживать и была устойчивой, когда она возит двух детей. Поэтому, ну, как-то так. Ну, и цена, естественно, здесь не самая низкая. Но если мы посмотрим рынок премиальных колясок, то она находится на старте цен, когда уже мы попадаем в премиум. Ну, в настоящий премиум. Грубо говоря, там от 80 тысяч, да? Вот. И как бы она не хуже той же коляски, которая будет 120 тысяч, например, стоит. Кстати, вот эта натуральная кожа далеко не во всех премиальных колясках присутствует. Вы, когда ее держите, вот это все тактильные ощущения, которые она дарит, они, не знаю, ну, на голову выше, чем вот ее цена, если сравнивать с другими колясками. Поэтому, не знаю, придраться к ней очень сложно. Как по мне, если есть финансовая возможность, она удовлетворит 90% родителей по-любому. Потому что все, что нужно для жизни, есть практичное, удобное, очень надежное. Да, цена высокая, но премиум. Если вы хотите премиальную продукцию, вы не купите ее за 20 тысяч рублей. Вы это все прекрасно понимаете. Ну, дешевле нового топового айфона, ощутимо дешевле. Все равно она стоит. Поэтому, в принципе, все. Мое мнение. Вот такое простое, классная вещь. И если этот обзор вам был полезен, интересен, вы для себя что-то подчеркнули, ставьте, пожалуйста, свой лайк, подписывайтесь на канал. Нажмите, кстати, на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых обзоров. Мы же здесь еще кресла снимаем, манежи, всякие разные стульчики для кормления. Тут много чего можно интересного увидеть на канале. Поэтому подписывайтесь. И в заключении первой коляске большое спасибо за предоставленную колясочку по BabyVista версии 2 на обзор. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора колесочки для вашего ребенка. Всего доброго!